приветствую вас дамы и господа в этом видео расскажу вам два события которые в ближайшее время нас ждут расскажу про линию фронта и про изменения в кланах начнем про линию фронта поскольку она начинается уже завтра 22 марта и заканчивается линия фронта у нас 1 апреля чуть меньше чем полторы недельки мы поиграем в линию фронта на девятках с каким-то там увеличенным фармом насколько он будет увеличенный ну завтрашнего дня можете проверять рекомендую поиграть на новых прям танка 9 уровня которые апнули допустим в 114 очень хорошо подтянули я думаю что он будет актуален также еще к 91 122 неплохой прям танчик я думаю что это будет одни из самых актуальных прям танков на девятом уровне в линии фронта я не сильно люблю запуски линии фронта поскольку и рандом начинает болеть на целую неделю и в самую линию фронта я не любитель играть поскольку я не перевариваю играть в защите это просто мучение какое-то если в атаке я еще могу поиграть то деф это не мое поэтому чё целую неделю делать как меня разработчики собираются развлекать я не знаю в натиске я задание выполнил недельные рандом помрет линия фронта в принципе она и так мертвы развлечения на неделю в танках завершены лично для меня но 1 апреля начинается такой вот промежуток в игре и заканчивается 8 апреля примерно вот этот вот отрезок где нет никаких планов ничего вообще ноль событий как раз вот заканчивается линия фронта вы нафармите кучу серебра если будете в нем много играть и у нас получается промежуток с 1 по 8 где ничего нет патч у нас называется совершенно секретно и мне кажется что с 1 по 8 какой-то секретик раскроется что-то разработчики нам покажут либо какой-нибудь аукциончик новый у нас же игра вышла на новый этап беспрерывных аукционов конструкторских бюро коробок ну и различных таких вот движух караван так еще и на самом деле не произошел то что в масленице мы видели это не караван это так прикол какой-то купите су-130 pm в два раза дороже называется прикол видимо настоящий караван нас ждет с 1 по 8 где вы будете сливать свои миллионы миллиардов серебра если нафармите в линии фронта и даже поговаривают что там что-то будет имбовое за серебро знаю эти имбовые танки за серебро но вы с лопаты если чё берите у меня практически все прям танки есть единственное чего мне не хватает это шптк это птшка который можно было получить за марафон это наверное единственный прям танк который мне не хватает в ангаре а так мне будет интересно только если что-то новое добавят в продажу поскольку все старые прям танки у меня есть но для тех у кого мало прям танков я думаю будет чего купить за серебро скорее всего если я правильно догадался что нас ждет после линии фронта ну и вторая новость которую хочется рассказать это с 25 марта кланы помрут поскольку задания клановые теперь будут выполняться вылазках и наступлениях а в рандом чеки фармить теперь резервики клановые не получится у многих кланов резервики закончатся многие игроки уже побежали искать выход из клана но я думаю что еще рано выходить из клана поскольку как минимум нужно дождаться того момента когда закончатся все запасы в клане резервов кубов и всего остального честно говоря не знаю зачем очередной раз игроков выгонять с голой жопой из того места где они уже пригрелись и долгое время кайфует свое время был режим кб где там сидели всякие мужички и начали на расслабоне подфармливали серебро и особо ни о чем не парились их тоже с голой жопой выгнали на улицу ничего взамен им не дали просто режим выключили все здесь примерно картина то же самое сидели чувачки в кланах в клановые режим чеки не катали начали на расслабоне занимались тем что им нравится в игре играли в разные режим чеки которые сами же разработчики предлагают поиграть играли в рандом чек фармили серебро с клановыми плюшками все было замечательно на самом деле это халява нереальное. С клановыми резервами фармить еще и со своими это реально круто. Удивительно, что разработчики так долго не вырубали эту халяву и вот 25 марта все халява заканчивается. Сомневаюсь что люди побегут фармить эти плюшки в клановых режимах в них останутся те, кто в них до этого играл. А как показывает последний ивент на ГК, это все клановое не особо кому-то интересно на аукционе клановые танки ушли по смешным ценам минималка сколько там было? 16, 17 18 тысяч. Это все очень смешные цены, что за такое количество бон люди покупали танки за ГК на аукционе клановом раньше на этих аукционах танки уходили по 40, по 50, по 60 тысяч это были минималки то есть цена на аукционах клановых упала в несколько раз. На мой взгляд те режимы, которые есть в кланах тот формат, который разработчики сделали, он общей массе большому количеству игроков который играет в эту игру, он не интересен это все. Оно им не надо. Поэтому очень мало людей, очень маленький процент в кланах реально занимаются какой-то клановой жизнью. И чтобы людей больше привлечь в кланы чтобы они реально там занимались всей этой клановой движухой нужно придумать что-то более интересное, более привлекательное это очевидно, я думаю, даже если бы я и не сказал это. Раз люди этим не пользуются значит оно им нафиг не интересно. То, что вы у них отрубили плюшки, но большинство людей пойдут искать эту маленькую кнопочку слева внизу выйти из клана, на страничке клана на сайте игры. Большинство, наверное с трудом эту кнопку найдут но я думаю, что многие ее просто клацнут и выйдут с клана, когда плюшки в клане закончатся. Поскольку а что в нем еще делать? Зачем в нем быть? Если плюшек клановых нету то ты что в клане есть, что ты в клане нету, разницы никакой. А замен ничего не дают вообще. Просто вырубают эту возможность фармить в рандоме все эти задания, а взамен не дают ничего. Те горят в фарме теперь вон там, в другом режиме в клановом, в укрепчиках там в натисках, в наступах как они там называются. Я в эту всю беляберду не играл и не особо-то собираюсь играть. От того, что я буду в клане или не буду в клане, мне не сильно холодно и не сильно жарко, мне прям фиолетово. Наоборот, то что дают эти плюшки, я нахожусь в клане иногда что-то там клановое происходит а так это выключат и не будет даже то, что было. На мой взгляд, если это вырубают, то надо что-то взамен давать. Иначе большинство людей просто поливает с кланов и многие кланы вообще перестанут существовать. Мне кажется, что будет именно так. Я согласен, что фармить в рандоме все эти задания это не клановая жизнь, не клановое разнообразие, не клановые движухи. Но так вы сначала создаете что-то, а потом ломаете то, что есть. Ну и в конце вон, окошко входа на сайт или регистрация переработали, оно теперь по-новому выглядит. Вот это, конечно, изменение хорошее. Наслаждайтесь. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик и радик красиво подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok